Транспортная реформа одна из самых обсуждаемых тем в Чебоксарах. Прошло чуть больше недели с тех пор, как в столице Чувашии изменилась схема движения общественного транспорта. Маршруток стало меньше, по городу курсируют автобусы. Горожане постепенно привыкают к новой системе, правда вопросов по-прежнему много. Схема маршрутов, интервал движения общественного транспорта. Именно эти вопросы интересуют чебоксарцев. Особенно много звонков от жителей юго-западного района. После того, как на прошлой неделе глава администрации Алексей Ладыков встретился с местными жителями в рамках проекта «Открытый город», были внесены некоторые корректировки. Интервал движения транспорта в часы пик сократился. Если сравнить два понедельника, понедельник 3 декабря и сегодняшний, это два совершенно разных дня. Сегодня интервал составлял, согласно нормативу, который указан в пиковые часы, по юго-западному району средний интервал составлял до 15 минут. Если в тот понедельник это было 25-30 минут. Без конечных остановок сегодня автобусы выходили по графику, сбоев не было. Нормативные сроки до 10 минут автобусы отправлялись. По Садовому сегодня были отдельные шероховатости по маршруту номер 2. Там доходил интервал до 9 минут. Теперь контролировать, как соблюдается интервал движения автобусов, будут в специальном диспетчерском центре. При жиме онлайн можно будет наблюдать за передвижением транспорта по городу. При задержке более чем на 10 минут информация будет передаваться в отдел транспорта. Благодаря системе ГЛОНАСС сведения оперативно будут поступать и в приложение buschep.ru, а также отображаться на электронных информационных табло. Кстати, до конца года в городе установят дополнительно около 10 таких табло. Кроме этого администрация столицы готова внести корректировки и в другие маршруты. В четверг в 17.00 на базе районных администраций. Но здесь бы мы просили делегировать именно тех граждан, которые будут вникать, которые будут разбираться, которые выработают предложения для дальнейшего голосования. Решение этих инициативных групп мы выставим на всеобщее голосование и будем совершенствовать систему. Инициативные группы смогут внести свои предложения и в части изменения схем маршрутов не только муниципальной сети, но и межмуниципальной. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Павел Иритков, Республика.